Вести Карачаева, Черкесия Житель Карачаева, Черкесия, выиграл грант на форуме «Евразия глобал». И боксер из Черкеска стал чемпионом школьной спартакиады в Беларуси. Далее подробно. Члены правительства республики утвердили перечень продукции, производимой для обеспечения импортозамещения на территории Карачаева, Черкесии. Производители могут оформить в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для выращивания продукции из этого перечня. В частности, в него вошли производители зерновых культур, кроме риса, зернобобовых, семян масличных культур, а также те, кто занимается выращиванием плодовых деревьев, кустарников и орехов. На базе республиканской клинической больницы открылся первый в регионе кардиологический диспансер. Его сотрудники будут оказывать консультативную, диагностическую и лечебную помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь можно пройти УЗИ сердца и сосудов, мониторирование ЭКГ и артериального давления, а также программацию и коррекцию функций имплантированных электрокардиостимуляторов. Диспансер будет внедрять в клиническую практику современные методы обследования. На базе диспансера также создан центр управления сердечно-сосудистыми рисками для наблюдения и коррекции лечения. Слово заместителю председателя правительства Карачао-Чекесии Ирине Гербековой. Компактно, удобно для жителей республики. Это расположено как раз там, где это будет удобно для всех, и для жителей, и для врачей. Мы рационально используем кадровый потенциал и имеющиеся диагностические возможности республиканской больницы. Поэтому я думаю, что это замечательное событие, которое даст плоды в рамках как раз улучшения качества жизни больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличения продолжительности жизни. Поэтому это очень значимое событие для республики. Для комфорта потребителей в Карачао-Чекесии продолжает работу горячая линия по вопросам ценообразования. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 280328. Она работает с 9 утра до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты региона. Рассказывает руководитель Департамента потребительского рынка услуг и лицензирования Министерства промышленности, энергетики и транспорта Арсен Гутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов. Принимается информация, сводится нашим министерствам. И сводная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным, завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть можете обратиться в наше министерство промышленно-сенецкие транспорта по номеру телефона 28328. Для всех желающих шагнуть в мир цифровизации на портале Госуслуг создан проект «Цифровые профессии». Для жителей России старше 16 лет доступно порядка 100 курсов от аналитики и дизайна до программирования и искусственного интеллекта. Чтобы записаться на курс, на сайте проекта profidigitalgosuslugi.ru выберите интересующую программу и заполните заявку. Государство может взять на себя до 100% стоимости курса в зависимости от льготной категории гражданина. По итогам обучения можно получить как квалификацию у программиста, так и смежную цифровую профессию, востребованную при формировании IT-команд. Информацию комментирует первый заместитель министра цифрового развития республики Инвер Кипкеев. Если судить по органам исполнительной власти, по муниципалитетам Карачао-Черкесской республики, в каждом органе власти и в муниципалитете есть человек, который ответственен за цифровое развитие. Этот человек, это уровень на сегодняшний день заместителя, руководителя органов власти или муниципалитета, проходит обучение при поддержке Министерства цифрового развития Российской Федерации на различных образовательных площадках. Это Иннополюс, это Ранхикс и ряд других. То есть, стоит понимать, что цифровое развитие, цифра на сегодняшний день какое-то ведущее такое положение занимает. Коль в каждом ведомстве определен человек, который ведет и курирует данную деятельность. У нас в республике очень востребованы ребята с цифровыми профессиями, это айтишники, программисты. И я с уверенностью могу сказать, что ребята, у которых есть отличные результаты в этой деятельности, они всегда найдут себе работу. Годовая инфляция в Карачаево-Черкесии в мае не изменилась и составила около 18%. Это выше уровня в целом по стране, но ниже, чем в Северокавказском федеральном округе. Такие данные приводят аналитики Банка России с учетом статистики Росстата. Управляющий отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Дмитрий Мещеряков рассказал о факторах, повлиявших на уровень инфляции в нашей республике. Укрепление рубля стало одним из главных факторов, который положительно повлиял на уровень инфляции. Так, например, уменьшились издержки производителей на ингредиенты и упаковку, в итоге замедлился рост цен на кондитерские изделия, также сказались скидочные акции на бытовую электронику. Цены на отдельные группы товаров, наоборот, ускоряли инфляцию в республике. Вылечились годовые темпы прироста цен на натуральный кофе, сказалось сокращение урожая в основных странах-поставщиках. Также из-за постепенного снижения запасов импортной продукции ускорился рост цен на парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства. Что касается услуг в мае в Карачаево-Черкесии, то темп прироста цен на них снизился и составил 6,98%. На это повлияло снижение банками процентных ставок по потребительским кредитам, что произошло вслед за общим снижением ставок благодаря смягчению денежно-кредитной политики Банка России. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция в 2023 году снизится до 5,7% и вернется к 4% в 2024 году. Сельхоз товаропроизводители Карачаева-Черкесии завершили пассивную кампанию. Яровые культуры занимают 86,5 тысяч гектаров, что почти на 4% больше, чем в прошлом году. В этом году кукуруза на зерно занимает более 52 тысяч гектаров, подсолнечник более 11 тысяч, яровой ячмень порядка 4,5 тысяч и сахарная свекла около 5 тысяч гектаров. Сейчас аграрии республики заняты внесением минеральных удобрений по одозимой культуре. Они засеяны на площади 25 тысяч гектаров. 17 290 жителей Прикубанского района привелись от новой коронавирусной инфекции, что составляет 100% от плана по иммунизации. Сейчас в этом муниципальном образовании работают 8 мобильных пунктов вакцинации. Выполнен и план по вакцинации лиц старше 60 лет. Напомним, что план по вакцинации от COVID-19 выполнен уже в большинстве районов республики. Это Адыгихабльский, Хабецкий, Ногайский, Зеленчукский и Абазинский муниципальные образования. Как мы уже сообщали, в 19 школах республики в рамках проекта «Модернизация системы общего образования» будут созданы современные центры детских инициатив. Данная федеральная программа предусматривает капитальный ремонт и оснащение средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций. Ключевая идея – построение открытой образовательной среды как целостной системы, способствующей развитию школы и успешной социализации ученика посредством его самоопределения в современном информационном обществе. Тему продолжит заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Из Карачаева, Черкесии, у нас двое детей, двое школьников были победителями всероссийского конкурса «Классное пространство». И тот дизайн-проект, который прошел в финал, одной из наших участниц, мы, вот, все наше министерство видит его, как будто бы его взяли за основу проектирования центров, ну, рекомендательных таких методических указаний по центрам детских инициатив, вообще, как бы, протранслировали на всю Россию. Ну, то есть, вот, настолько девочка поняла, и ее идеи совпали с тем, что рекомендует видный дизайнер. В республиканской столице продолжается благоустройство центрального парка, главной достопримечательностью которого станет современный светомузыкальный фонтан. Вокруг него расположатся перголы со светодиодной подсветкой, будут обновлены фонари, лавочки и урны. Территория также будет озеленена. Благоустройство ведется в ускоренном режиме. Общероссийский народный фронт и региональный центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес». Создали в социальной сети ВКонтакте интернет-площадку «Ярмарка-09», которая призвана помочь предпринимателям и жителям Карачаева-Чикесии в продаже и покупке услуги товаров. Каждый желающий может доставить заявку на страницы сообщества и совершенно бесплатно продвигать с ее помощью свой товар. Рассказывает глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Людмила Капушева. Возникла идея сделать площадку для тех, кто живет в КЧР, чтобы мы могли найти друг друга. Те, кто ищет продукт некий, эксклюзивный, и те, кто производит эти продукты. Прежде всего, это именно для тех, кто потерялся из старых, будем говорить, соцсетей. И так как наиболее развивающейся, наверное, площадкой сейчас является ВКонтакте, очень многие люди зарегистрировались заново либо вернулись в эту соцсеть, было решено сделать эту площадку именно ВКонтакте. Нашлись активисты, люди, которые нас поддержали, СММщики, СЕО, продвигающие этот продукт, и они готовы, в общем-то, тоже помочь с точки зрения рекламы, таргетинга и так далее. В селе Терезе Малакарачаевского района появится новое место отдыха. В самом центре населенного пункта возле местного дома культуры в эти дни вовсю кипит работа. Ранее ничем не примечательное место преобразуется совсем скоро. Здесь появится благоустроенная зона с пешеходными дорожками, лавочками, уличным освещением и детским городком. Информацию комментирует глава сельского поселения Мурат Байрамкулов. У нас территорий не очень-то много, что в центре поселения, что с коммуникациями. У нас таких территорий мало. Во-вторых, эта территория позволяет нам более широко представить детскую площадку, спортивную площадку. Здесь территория позволяет, поэтому мы остановились на этом участке. Северокавказское межорегиональное управление Россельхознадзора выявило незаконное оформление ветеринарных свидетельств на животных без документов. О факте нарушения стало известно благодаря анализу информации, размещенной в системе электронной сертификации Меркурии. Комментирует Аюб Каблахов, заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северокавказского межорегионального управления Россельхознадзора. Северокавказское межорегиональное управление Россельхознадзора выявило незаконное оформление ветеринарных свидетельств на животных без документов. Установлено, что ветеринарный врач Узживутинской станции по борьбе с болезнями животных оформил 9 ветеринарных свидетельств на 16 племенных спортивных лошадей и 2 зебер ООО Карачаевского племенного хозяйства. Животных направили спортивные клубы и коннезаводческие хозяйства Московской, Ростовской, Грязанской областей Краснодарского и Старопольского краев. Однако, при оформлении свидетельств ветеринарный врач не указал входящий ветеринар сопроводительные документы. Следовательно, не предоставлялся возможным установить происхождение животных. Управление Россельхознадзора объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Житель республики выиграл грант на форуме Евразия Глобал. В общей сложности гранты Росмолодежи получили 14 проектов. Один из них достался студенту Северокавказской государственной академии Расулу Байрамукову, защитив проект «Эко-регион». Проект направлен на повышение уровня экологического просвещения у школьников и студентов путем проведения тренингов, уроков, практических экологических акций и создания экологического клуба «Эко-регион» на базе академии. Расул стал четвертым в списке победителей по величине гранта. Отметим, что форум «Евразия глобал» собрал в текущем году в Оренбурге 500 российских и иностранных молодежных лидеров из 63 стран мира и 73 регионов России. Более 100 тысяч книг и пособий на языках народов многонациональной Карачаева-Черкесии изданы в республике. С 2010-го ежегодно учебники издаются для изучения национальных языков, в частности, на карачаевском, черкесском, абазинском и нагайском языках во всех общеобразовательных организациях региона. За это время издано более 74 наименований учебников и учебных пособий общим тиражом 94 640 экземпляров и 57 разновидностей методических пособий общим тиражом 6 220 экземпляров. Кроме того, с 2019 года дополнительно издаются прописи на родных языках для первоклассников. Их общий тираж 22 255 экземпляров. На базе Карачаева-Черкесского государственного университета создан педагогический отряд, в который вошли около 40 человек. Многие из них уже имеют опыт работы в детских центрах Артек, Орленок и принимали активное участие в работе летних детских лагерей Республики. Отряд будет формировать группы студентов, которые смогут работать вожатыми в детских лагерях, что, безусловно, даст дополнительный опыт тем, кто обучается на педагогических направлениях. Десять представителей молодежи Карачаева-Черкеси могут попасть на окружной форум добровольцев в Адыгеи. Стартовала отборочная кампания на форум добровольцев Южного и Северокавказского федеральных округов, который пройдет с 19 по 22 июля. Мероприятие соберет на своей площадке 300 инициативных, целеустремленных и неравнодушных представителей добровольцев и волонтерских организаций. Молодежь примет участие в образовательной, культурной и других полезных программах. У них будет возможность обменяться опытом с участниками из разных регионов и получат полезные контакты. Тему продолжит заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики Республики Расул Найманов. Чтобы была подана заявка и выполнено домашнее задание. Заявку можно будет заполнить до 28 числа. Собственно, и задание тоже надо будет выполнить до 28 июня. Для того, чтобы это сделать, участникам важно пройти на это мероприятие на добро.ру ну и, собственно, зарегистрироваться в качестве тех, кто хочет принять участие. 22 июня в День памяти и скорби начала Великой Отечественной войны состоится традиционная ежегодная всероссийская акция Свеча памяти, проводимая в онлайн-формате. В мероприятии может принять участие любой желающий. Для этого необходимо всего лишь зайти на сайт деньпамяти.рф и виртуально зажечь свечу. В результате проведения акции будет оказана адресная медицинская помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Благотворительный фонд памяти поколений выделит денежные средства равные количеству зажженных свечей и направит их на поддержку ветеранов. Первый в истории России олимпийский чемпион по тэквондо Максим Хромцов побывал в Черкесске и встретился со спортсменами республики, а также провел для них мастер-класс. Он ответил на вопросы ребят, рассказал о пути к олимпийскому золоту в Токио, мотивировал молодежи никогда не сдаваться, не опускать руки и ставить цели и, конечно же, смело идти к ним. Боксер из Черкеска стал чемпионом школьной спартакиады в Беларуси. В Витебске прошла открытая спартакиада школьников по боксу, которая собрала 127 юных спортсменов из России и Беларуси. Среди них наш земляк, воспитанник клуба «Иней» имени Александра Давыдова Дамир Гумжачев. Он провел три боя и завоевал награду высшей пробы в весовой категории до 66 килограммов. За активное участие в военно-патриотической и общественной жизни республиканской столицы и воспитанники городского центра «Авангард» поощрены возможностью совершить прыжки с парашютом. Данная традиция существует с 2015 года. Ребята, не имеющие медицинских противопоказаний, прошли специальную подготовку сначала на базе поста номер один, затем еще один инструктаж в Исентукском авиационно-спортивном клубе. Ну и последняя информация. Лучшие парапланилисты юга России соберутся в Карачаево-Чикесии на Кубке Северного Кавказа по сверхлегкой авиации, посвященной столетнему юбилею республики. Соревнования пройдут с 23 по 26 июня на дельтадроме Южный. Спортсмены будут состязаться в дисциплине точность приземления. Лучших определят по результатам приземления в 10 метров и зачетный круг за несколько туров. Стартовать парапланилистам предстоит с горного склона с перепадом высот в 90-200 метров. Таковы наиболее заметные события республики информационный выпуск провела Рита Нерова. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру Вы слушали Радио России Карачаева-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова